И добрый-добрый день, дорогие дамы и господа! Добро пожаловать на трансляцию Riot Games.ru, где сегодня для вас Ник Колдстар и LCR прокомментируют замечательные игры битов гильдий. И у нас второй день и второй этап. 16 лучших команд осталось. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, Ник! Да, мы сразу быстро вам расскажем матчи у нас сегодня. Мы знаем от начала и до конца, кого мы стримим. Начинаем мы с матча ННГУ-Лобачевский против Ломатели Носов-Ломоносова. Ломатели Носов-Ломоносова. Затем Маикт Блю против Маикт Уайт. Это как чемпионат мира, только битвы университетов. Затем Кнюр против Групп Нау. И последний матч сегодняшнего игрового дня. Это будет ЛТЧ Тим против СПБ Гуд. Помимо этого, еще много игр идет параллельно. Мы их не транслируем, потому что игр очень много. Не все из них, правда, наверное, будут слишком качественными на этих этапах. Но, тем не менее, мы выбираем самые интересные, самые сочные. Так что Маикт Блю против Маикт Уайт это один из самых центральных матчей первых этапов всех. Да, пожалуй, топ-две команды схлестнутся. И это будет стоящее сражение. На это будет стоить посмотреть обязательно всем. И, возможно, этот матч станет даже матчем дня. Возможно, даже не одного, потому что я не уверен, что у нас будет аналог полуфиналов-дофиналов по силе команд, чтобы такие сильные команды две встретились. Конечно, не всегда даже сильные команды показывают свою лучшую игру в конкретном матче. Но посмотрим, посмотрим. Может быть, сегодняшние команды устроят нам силу G настоящую. О, да, это вполне возможно. Кстати говоря, по поводу матчей, которых мы не увидим. Среди них это PSU Crew против NiceTrimGupy, Team JuicyPapers против Runaway, потом MeatPower против команды Мама Сказала Тащить, которых мы, кстати, вчера наблюдали. Мы и Team JuicyPapers тоже вроде смотрели, если мне не знает память. И Team JuicyPapers мы смотрели тоже. Довольно хорошую они игру показали вчера. По-моему, в одни ворота была та игра. И как раз-таки тогда это была самая тимфайтовая, по-моему, игра против команды Nubal Squad они играли. Да, самая, ну, относительно ровная игра вчера из первого этапа. Так что представим вам быстренько составы нашего первого матча. В первом матче у нас встретятся команды UNN и MSU. Соответственно, это, я так понимаю, обе команды из МГУ, правильно я понимаю? Да, да, обе команды. Ну и составы у нас следующие. У команды UNN на топе Ганшке, в лесу SteelSkrotum на мидлейне Roxos, на ADK RiyoloSora и на саппорте Chik. Chik. Ко стороны команды Ломатели Носов и Ломоносова на топлейне Kokic, в лесу Kruki на мидлейне Yujin и bottom lane это AZGZ плюс Likrit. VP Likrit. VP Likrit. VP Likrit. Прошу заметить. Такс, такс. Нет, кстати, NNGU Лобачевский и команда это NNGU из Нижнего Новгорода, а не из МГУ, ребята. А, сори, сори, сори. Окей. Поправочка небольшая. Итак, ну что ж, у нас вроде как начинается уже стадия драфта, пиков и банов. На ферст-пике находится команда из Нижнего Новгорода, UNN. Тем временем... И у нас должен быть бан Блица обязательно, иначе, я не знаю, иначе будет беда. Удивляет бан Грейфса, кстати говоря, первым против AZGZ. Тут довольно интересное решение со стороны команды UNN. И вообще это не совсем тот патч, в котором нужно банить ADKR, коволь каких-либо ADKR. Зачем так много тратить банов на ту позицию, которую сейчас отбанить, просто невозможно. Ну да, но бан Каллисты в ответ на бан Грейфса в принципе неплохое решение, потому что здесь действительно есть риск, что UNN заберут Каллисту на ферст-пике. Поэтому вполне очевидно здесь забанить ее со стороны MSU. Тем более, если Йоло Сора отыгрывает очень много матчей за Каллисту. Каллист — это герой, которого нужно натренировать механически. Если он действительно натренирован механически, даже если ты не суперсильный игрок, то ты на ней можешь показать класс. На Утилус уходит бан вторым против команды MSU, против Влекрита, естественно. Джинкс банится третий, а ДКР забанен в этом матчапе. Если уж бани действительно была такая стратегия во все времена, если вы пытаетесь отбанить ту позицию, которая никогда не отбанивается, вы тратите на нее все баны, которые у вас есть, и еще и забираете... Ну, то есть, обычно эта стратегия делается на левой стороне, против игрока, у которого 3-4 чемпиона. Например, как это было, когда Эмейзинг приехал в Северную Америку, талисник бывшей команды Копенхаген Вулсон стал играть в TSM, у него был чемпион пул из четырех героев, трех Cloud9 забаннера, четвертого забрали. Он не знал, что брать, и забрал себе в Алибире, на котором ничего не показал. То есть, вот такой вот драфт тоже возможен. Я тогда ожидаю третьего бана со стороны MSU, тогда мы можем увидеть вообще каких-то интересных. То есть, остается из популярных нынче АДшников, в принципе, Кейтлин Корки и Люцин из относительно популярных. Люцин, да, Когмао остается. А, и Север, да, Север еще. Да, еще и Север. Связка Когмао-Нами очень мощная, и она может, в принципе, появиться в этом матче. Синжао банится последним против UNN. Кстати говоря, бан Сиджуани здесь очень правильный, но не уверен, что это должны были делать UNN, потому что у них ферст-пик Сиджуани, они забирают трэша на ферст-пике для Чика. Ой, сейчас, ну, Ликрид просто такой игрок, который, зная, что он может отыграть на Блице, и зная, что он более сильный игрок, чем, наверное, все игроки, в принципе, ну, почти все игроки на этом турнире, потому что все-таки Ликрид это игрок, который выступает на топовом уровне Star Series, элитного СНГ-дивизиона, поэтому это не тот игрок, который сейчас, там, будет брать нами, или, там, Сону. Он просто возьмет Блица и пойдет им крушить всех, потому что, в принципе, он может крушить даже те команды, которые находятся намного выше, чем Virtus.pro на этом персонаже. Ликрид прославился вообще своим Блицом год назад еще, когда он играл в первом своем составе, в составе Empire на Star Series. Да, он еще играл на РТК в Еде в квадрате тоже за Блицкранга, но только на мидлейне, понимаешь, он даже с мидлейна за Блицкранга, он играл с керрить игры, понимаешь, поэтому здесь от Ликрид, а скорее всего, будет Блиц, с вероятностью, наверное, процентов 80. То есть, Ликрид очень любит керри-суппортов, даже, хорошо, мы не берем в счет Блицкранга на Утилуса и Трэша, да, таких хук-героев, мы возьмем Энни, Энни тоже, на который он очень много игр играл. Скорее, это не керри-суппорт, это скорее плеймейк-суппорт, это те саппорты, которые создают игровые ситуации, где твоя команда может, воспользовавшись ими, просто выиграть момент и выиграть потом из-за этого игру. То есть, это, да, действительно, стиль игры Ликрид, а в нынешние вот последние полгода этот плейстайл, эта мета сместилась и немножко уступила мете утилити саппортов, в какой-то момент был такой период. Сейчас, в принципе, при правильном исполнении любая мета хороша, то есть и Энни, и Трэш, и Блиц, и даже там, и Жанна, и Сорака, и Сона, все эти персонажи могут использоваться с должной эффективностью. То есть, в принципе, стиль игры Ликрид сейчас вполне подходит под мету, без проблем. Да, еще есть Лулу, кстати, суппорт. О, Ликрид, Ликрид такой Лулу-плеер, ух. Ух. Ну так, в ответ на Трэша у нас Лиссандра и Грагас от Кокича и Круки. Грагас, как мы уже с тобой вчера обсуждали, считается одним из сильнейших early game лесников, который может буквально создавать ситуацию в early game для своей команды, для победы в ранней стадии. Но, если, конечно, не мазать своими ультимейтами на Грагасе, на Explosive Kask, особенно на линии, когда Ринектон пытается убить от Рокса. Ну, посмотрим, что покажут нам Круки в этом матче. В ответ на это стил с Кротом забирает Джарвана в лес, герой, который немножко отошел от меты, но все-таки еще присутствует в ряде матчей. Он может создавать ситуации также в early game неплохие за счет своей, свою Еку комбо, которую он прокидывает на линии на противников и очень хорошо работает на контргангах. И Ари на мидлейн от Рокса. Чаще всего Джарвана вы берете тогда, когда вы планируете точно 5 на 5 сетап сейчас, то есть драки, инициации быстрые и решительные. То есть Джарван стал персонажем именно об этом. И early game у него значительно проседает по сравнению с рядом других лесников, поэтому если они не в бане, то Джарвану будет проблематично что-то сделать на этой стадии игры. Ну, при этом опять-таки мидлейн гейм у него стал чуть послабее после всех этих нерфов, но он все еще остается viable пиком и оставался на протяжении последних почти 2,5 лет там с маленьким перерывом на полгода. Маокай и Люциан. Йолосор берет Люциана и ганшки на Маокай у нас. Да, хороший выбор пика Люциана здесь в комбинацию с Трэшом, зная, что там Блиц. Еще вариант здесь был, это Эзриэль, один из двух. И Севир, и Севир еще, конечно, всегда. Да, Севир тоже неплохо заходит, потому что у них сейчас много энгейджа, то есть появляется Маокай, который очень хорошо, ну, получает очень хороший бенефит с ульты Севиры. Они могут легко врываться в тот же бэклайн команды МГУ, если у них, ну, их не останавливает здесь какой-нибудь дизенгейдж от МГУ, типа Эксплозив Каска Грагаса, либо же ультимейта от Лиссандры. Но энгейдж был бы у них действительно очень мощный, и Севирка бы могла спасаться от той же Лиссандры или от Грагаса с помощью своего шелда. Люциан, неплохой вариант, его большой плюс в том, что он даже, находясь на большом расстоянии от противника, может раздамаживать врагов с помощью своего ультимейта, если вдруг он остался на лоу-хп. Выбор Сиона здесь просто отличный, потому что супер-офф-танк будет тем, что нужно здесь для МСУ против команды ЮНН. У ЮНН два отличных керри, да, Люциан и Ари, они очень хороши, но при этом они не очень хорошо пробивают супертанков. Все-таки Люциан это тот, как раз Адекерри сейчас, который двигается по тимфайту, и он очень зависит от предметов. Ему сейчас нужно минимум три предмета, чтобы действительно быть эффективным. К тому моменту МСУ реальную игру могут выиграть за счет плеймейк потенциала, который есть у Круки и Ликрита, это как раз их серьезный шанс. При этом у ЮНН, да, в лейтгейме будет хороший протек для этого Люциан, будет и МОК, и Джарван, и Трэш, но здесь другой вопрос. Чтобы добраться до Кейтлин, нужно обязательно будет сначала разобраться с Сионом и с Грагасом, и с этим у ЮННН могут быть действительно проблемы. Но, опять-таки, посмотрим, как разгонится Люциан, что натворит в этой игре Ликрит, это во многом будет определяющим моментом как раз. Да, игра обещает быть мега интересной. Кстати говоря, Круки очень часто говорит о том, что Кокич не играет на полезных героев на топе, и все, просит его завести что-нибудь полезное. Видимо, Кокич все-таки внемлил словам Круки, и сейчас СиОН является крайне полезным героем на топ-лейне. Чуть-чуть его поднерфили в последнем патче, это абсолютно не повлияет на его популярность, ну, нет, на популярность, наверное, в какой-то мере да, а вот на то, что он остается сильным и viable пиком, конечно, нет. Да, ему скорее поднерфили чуть-чуть лейнфазу, потому что он был уж слишком сильный за счет своей Ешки, когда он откидывает крипа в противника, нанося на 50% больше урона. Теперь урон увеличивается лишь на 30%, и это ослабляет, конечно же, лейнфазу СиОНа, но не делает его, разумеется, слабым по игре, и он все равно остается супер-мега эффективным. Особенно стоит отметить, что СиОН, являясь таким фронтлейнером, старается умереть первым в тимфайте, чтобы еще реализовать свою пассивку, которая наносит процентный урон от максимального хп. Это очень круто. По-моему, 10% от максимального хп. Раньше СиОНом просто любую линию можно было выиграть, при этом абсолютно не подставляясь. Это нечестный геймплей, и СиОН, если брать персонажей, которые реально выигрывали линию, допустим, взять Рениктона 3-4 сезона, это герой, который реально выигрывал линию. Но при этом каждый раз, когда он старался выиграть линию, то есть когда он делает вперед свой слайс, он подставляется. И это ваш шанс. СиОН до 6 уровня просто закидывает вас крипами. Потом он просто делает телепорт обратно, возвращается с предметами, с какими-то там КДР обычно предметами, и у него ульта на каждый ваш ганг есть. И вы его просто не можете заганкать, не потратив на это 1-2 флеша. При этом не факт, что вы не получите контрганг, а СиОН в 2 на 2 на топе один из самых сильных вообще пиков. Поэтому это одна из причин была, по которой вообще СиОНа поднерфили. Ну и при этом, как бы в остальном, сетап МСУ, у них есть отличный гиперкэрри в виде Кейтлин, у них есть отличный early game за счет Грагаса и Блица. И, конечно, у них есть хороший тимфайтинг за счет Лиссандры, за счет СиОНа. И главное в таком сетапе это в первую очередь реализация. Поэтому... Это точно. И реализация в первую очередь в early game. Потому что у них весь сетап нацелен на то, чтобы пораньше создать условия для преимущества, скажем так. И, кстати, на драконах МСУ будут тоже очень сильны, потому что вот этот самый АОЕ дэмэдж, еще Эксплозив Каск Круки будет раскидывать игроков ЮНН по стенкам Дрэгон Пита. Это тоже немаловажный фактор, что позволит Юджину и АЗГЗ спозиционироваться лучше для того, чтобы раздамажить противников. И МГУ идут на инвейд. Идут на инвейд. Куда же без инвейда для старого доброго Блицкранка. Это персонаж, с которым, наверное, инвейды были самые вообще веселые и интересные. Потому что ты только начинаешь переключать свою музычку во Вконтакте, и тебя уже убили. Да. И, кстати, Гански и Роксус могут зайти на территорию синего бафа. Очень интересно передвигаются ЮНН по мидлейну. Они ожидают здесь инвейд от Блицкранка. Вообще от МГУ. Но точно не знают, куда пойдут ребята из ломателей носов, носов Ломоносова. Ну, чаще всего все-таки инвейды с Блицами с правой стороны делаются в нижний лес. Поэтому там в первую очередь ожидали удара ЮНН. Но и МСУ просто абсолютно не скрываются. И идти в 5 на 5 на левел 1 здесь явно не стоит ЮННом. У них неплохой сетап в целом. Ну, просто у МСУ намного лучше. Потому что Блицкранк... Вот есть такие два саппорта на левел 1. Это, ну, наверное, даже три. Блицкранк. В первую очередь, конечно, Энни. Ну, и в какой-то мере, может быть, Браум. Которые, какое бы у вас численное преимущество ни было, они просто создают такой фокус на левел 1 по одной цели, что кем бы вы ни были, вы, скорее всего, умрете. И с такими сетапами просто не нужно сталкиваться на первом уровне. Да, кстати, ну, еще важным фактором является Джарван, который на первом уровне не может себя хорошо реализовать. То есть у него есть серьезные слабости на первом левеле. Кстати, Аликрит идет мешать ребятам из ЮННа. Соло ставит вард. Идет хук. Десена. Сотчика. Аликрита просаживает неплохо по здоровью. Это серьезно подпортит лейнфазу для команды МГУ. Странно вообще. Аликрит, ну, обычно, если вы хотите за в лица помешать такие кемпы делать, вы просто заходите сверху и вытягиваете большого голема, и все. То есть это более стандартный ход. Аликрит здесь немножко странный мув сделал. Здесь, скорее, задача Аликрита была посмотреть. Забирают дабл големов Чика и Йолосора вдвоем, чтобы получить преимущество. Обычно так это происходит. Ну, он посмотрел, да. Так что ты не можешь просто так смотреть. Эй, ты должен либо заходить с АДшником и серьезно мешать, либо за блица ты можешь реально вытащить. Ты потеряешь кулдаун на хук на левел 1. Но, в принципе, если ты не очень хороший Блицкранг, то, скорее всего, и так его потеряешь. Так что это ничего страшного. Ну, это, правда, не про Аликрита, а обычный. Хотя у каждого Блицплеера бывают такие игры, о которых ты не хочешь вспоминать. Это да. Ну, кстати, не так уж часто вдвоем вместе с АДшником мешает суппорт забирать дабл големов, потому что, по сути, один суппорт может помешать в соло. А АДшник, твой АДшник, тем временем, чуть пофармит на бот-лейне, и это может быть бесценным, на самом деле, преимуществом. Здесь очень интересный матчап на мид-лейне. Лиссандр против Ари. Это очень скиллбейст матчап с огромным количеством возможной агрессии. С Лиссандрой, конечно, Ари убивать до шестого вообще абсолютно никаких проблем нет. Начиная с шестого, если Ари зашла слишком глубоко, это еще легче. В то же время у Ари есть потенциал, конечно, Лиссандру зацепить, захарасить, потому что, в принципе, ну, тут по Харасу пока Юджин оказывается впереди, но в целом рейндж Хараса-Ари чуть-чуть побольше, чем у Лиссандры. Ну, у Лиссандры он более предсказуемый, вы должны запускать свою куху через крипов, чтобы трейдиться вровень. Ну, как бы, это достаточно предсказуемо, это можно задоджить, но пока у Лиссандры все идет на мид-лейне просто замечательно. Есть очень важный фактор, то, что оба героя являются пушерами, то есть они буквально спамят своими скиллами на линии, и это, в принципе, их задача, и поэтому линия более-менее стоит на середине. То есть не будет такого, что один из мид-лейнеров будет серьезно запушен. Вообще интересно, кстати, будет посмотреть, если Пеки все-таки пройдет на ЕУЛЦ сцену, будет ли он собирать сейчас на Ари в мете, там, как раз Люда Неха и всех этих новых там бафнутых предметов, будет ли он собирать старый добрый Грейл, который, оп, нужно мид-лейне. Бой на мид-лейн пытается забрать Роксуса, очень много демажа идет по арето Ферстблад в пользу команды МГУ. Фейл флэш от Роксуса, потому что явно он там умирал, не надо было. Десенденс на бот-лейне по АЗГЗ, тот же Флей. Ликвид очень хорошо выбрал момент для того, чтобы перейти на мид-лейн, заромить. Это его классический стайл вообще игры на таких плеймейкающих суппортах, поэтому этот Ферстблад это очень важный момент для команды. Это абсолютно то, что вы и должны делать на Блицкранке в таких ситуациях, да, и это очень здорово, на самом деле, для Ликрита вообще геймплей Блица не на... Ох, отлично! Ох, стягивает Чика, очень много дэмэджа идет по трэшу. Флей хороший дает Чика, АЗГЗ потерял много здоровья, попытается чуть-чуть оттянуть на себя игроков МГУ. Кейтлин серьезно просажена по здоровью на ботом-лейне, это может дать ЮННам сейчас карман для каких-то действий против него. На топе у нас тут долгие интересные трейды, Маукай слишком быстро, по-моему, потратил свою ману, хотя у него еще есть два заряда фласки, так что все окей, но он как-то слишком много хиллпотов для такой линии сейчас себе подобрал. То, что должны обязательно делать все саппорты в такой ситуации, это двигаться, особенно в ситуации 1-1-2. Вы и на боте можете создать ситуацию, и на миде можете создать ситуацию, вообще без всяких проблем. Вижена, конечно, у непрофессиональных команд зачастую просто не хватает, и Блицкранг в такой ситуации становится одним из самых лучших саппортов, которых вы вообще можете получить. Так что здесь, конечно, ситуация неприятная, и тем страннее то, что ЮНН и Блица решили не банить, по непонятным лично для меня причинам. Ну, возможно, не боятся его и понимают, что есть трэш. Кстати, Круги заходят сейчас на ботом-лейн, может быть, неприятное положение для Чика Йолосора. Чик получает кучу дэмэджа от прокаста Грагаса, пилотовер-письмейкера Кейтин, и под конец еще получает граб от Блицкранга, и ему уже никак не уйти. И второе убийство в пользу команды МГУ. Интересно, что Чик решил не тратить здесь свой флэш, мог, по-моему, уходить, потому что у Ликрита флэша не было, если бы Чик отыграл здесь правильно, то нам вообще можно было делать что-то типа Сора идет вперед, ловит фонарь, и они вдвоем уходят, как мы это видели вчера, я уже не помню, чьей команды. Да, да, да. По-моему, Тим Джесси... Возможно, возможно. Я не буду точно утверждать, игр много, мы еще вчера за европейским ЛЦСом следили, а тут на мидлейне Ганг Борокс. Сейчас по нему идет ульта, тут же Круки заходит своим прокастом, Рокса, скорее всего, умрет. Второй килл для... Для Грагоса, все правильно. Да, второй килл для Грагоса. Ну и в это во многом ответ на вопрос, почему против Стилс Кротума был забанен Ксинжао. На Джарване он себя найти не может. Он, во-первых, проседает по экспе очень сильно, по фарму он не особо опережает Грагоса, даже при учете того, что Грагос вышел уже на два крайне успешных ганга, и при этом почти каждая линия запушивает с ребятами из МСУ теперь, и он все равно ничего не может сделать. Да, весьма непростая игра здесь для Джарвана. Нужно ждать, когда Роксус апнет шестой уровень, и попытаться все-таки забрать Юджина на мидлейне, если он будет продолжать давить этот мид. Что касается топ-лейн, тут ситуация тоже крайне неоднозначная. На самом деле, Джарвану неплохо было бы загангать топ-лейн, так как Маукай и Джарван — это довольно сильная связка 2 на 2. Сеона, в принципе, непрофитно гангать. Во-первых, он абсолютно не зависит там от какого-то бешеного фарма, во-вторых, его, в принципе, гангать очень тяжело. Здесь, конечно, стоит не давать Ликриту выигрывать. О, там пошла от Кокиша, Ликрит заходит на топ-лейн, Маукай может погибнуть, у него сейчас нет уже опции для эскейпа, хотя он старается держаться, Ликрит получает... Что делает Ликрит? Пытается добить Маукай, ему это удается, Ликрит пытается уйти, но неудачно. Это будет первый килл для команды ЮНН. Что тут натворил Ликрит? Почему он просто не взял и не ударил своей ешкой по этому дереву, а решил бить крипа, и... В итоге Маукай получил, кстати говоря, на этом ганге Ликрита больше пользы, чем вреда, потому что он отдал килл Маукайу, сам забрал себе килл, все он с этого ганга получил только ассист и потерю экспириенса и золота с крипов для Маукайя. Это, в принципе, неплохо, и, конечно, это не страшно, и понятно, что здесь Ликрит уже немножко... Во-первых, играл нагло, он хотел отдать килл своему топеру, он повесил игна и думал, что этого хватит, но он ошибался. Посмотрим, что сейчас будет дальше делать Маукайя на топ-лене. По поводу гангов по кокичке, на самом деле, большой плюс в том, что у Сиона нету эскейпов, а Маукай, в свою очередь, может очень долго задерживать цель на одном месте, поэтому ганг по Сиону мог быть неплохим. Ну как, насчет эскейпов, у него есть эскейп на полкарты, тут стоит заметить, если... Да, его можно прервать, но нужно для этого потратить флеш и сбить его Сиона, а стоит ли оно того? Тем временем. Да, тут ушел хорошо от ганг Роксас. Ульт он потратил, кстати, нет? Да, потратил, страшно заюзал. А за ГЗ тем временем получает ультимейт от Йолосора, могут добить сейчас, если хорошо разыграют Десэнс, потрясающий от Чика через флеш, и нужно добивать Кейтлин. Лантерна была использована, небольшой мискоммуникейшн прошел здесь у Йолосора и Чика, заходит на отбот, Лейн Ликрид вместе с Круги, попытается выжить Дюцан, телепорт, и пошли с обеих сторон, но я думаю, что они ничего здесь не смогут сделать, все обрываются гангшки, идет граб по Маукай, Маукай оказывается под вышкой Т1, его подкидывает Кокич, скорее всего, Маукай здесь заберут, шестой килл для команды МГУ. Баньте в лица против Ликрита, если у вас нет какого-то идеального плана на игру, ну потому что, а зачем? У Ликрита нет других пиков, которые так сильно могут выигрывать для своей команды игру в early game. Конечно, вся остальная команда играет очень здорово, Круги очень хорошо отыгрывает Джангл, на мидлейне Юджина, обратите внимание, перефармливает Ари уже на 25 крипов, та же ситуация на топе, на 20, то есть МСУ в целом по классу выше, конечно, проблемы есть у АЗГЗ, но как бы АЗГЗ оказался в типичной ситуации, когда Близкан говорит, я хочу керрить, а ты стой 1х2, и мне все равно, что у тебя там будет. Но он при этом все равно фармит столько же, сколько и Людсен, то есть он не позади, он не сильно впереди, но и не позади абсолютно, поэтому... Это Кейтлин. То есть Кейтлин, это как, наверное, Эзриэль, то есть два героя, которые могут спокойно стать 1х2 и чувствовать себя неплохо, при этом, наверное, третий керри это Грейвз будет, который тоже хорошо стоит 1х2, при этом, если у него есть небольшое преимущество, то Грейвз может даже убивать 1х2, если правильно спозиционируется и рассчитает свои силы. Поэтому... Тут не стоит об этом забывать. 71 на 71 по фарму, действительно, между АД и Керри, при этом у Людсена уже BF Sword плюс накидка на криты, у Кейтлин Пикакс, она же Кирка, плюс ботинок. Немножко отстает сейчас по дэмиджу Кейт, но все равно. Важно то, что Стилскротом купил себе все-таки мобилити ботинок, и это ботинок, который требует реализации на Джарване, то есть это не коровый предмет на этом персонаже, и он не требует какого-то дополнительного муспида, чтобы давать энгейдж, поэтому это предмет, при котором вы обязательно должны сделать до 5-6 ганков за первую 20-минутку, иначе этот ботинок себя просто не окупает, потому что Джарван сейчас особенно стал не таким уж и жестким танком, и если у вас нет ботинка на заданкованность дополнительную, да, либо нинджетаби, либо там мерки, то вас просто будут ваншотать, и с этим ничего не поделаешь, и это будет проблемно. Да, нинджетаби, кстати, профитнее, по голд эффективности они же выше стоят, чем мерку и ретрец, поэтому мы чаще видим... Мерки просто сложно переоценить, когда против тебя, например, такой персонаж, как Лиссандра, да, тут как бы ничего не поделаешь. О, ликриты здесь заловили очень хорошо, Чарм пошел от Роксуса, идут дальше, спиритраж был использован 3 раза уже, ликрит практически погибает, флешится, не жалеет ничего Ари, прыгивает Грагас, Роксус получает тонну урона от Юджина, и Круки Эксплозив, Каскод Грагаса, буквально спасает Стилл Скротум, и Джарман уйдет здесь, и это размен один в один. Стоит заметить, что здесь ликрита очень долго спасала Капля, все-таки у него сейчас достаточно большой мана-шилд, за счет этого он так долго жил, но при этом совершенно неудачно сыграл Юджин, он очень долго реагировал на то, что его в лица поймали, и затем еще и долго очень давал свой Фрозен Томб по Ари, и из-за этого ликрит в итоге умер, но тем не менее, Грагас становится 4-0-1, Круки в этой игре, просто вообще за гранью богоподобия на Грагасе, и, конечно, все идет очень хорошо для этого персонажа. Да, башня Т1 практически падает на мид-лейну, не уверен, что Юджину удастся ее уничтожить, но он очень близок к этому, во всяком случае, 50% хп у Трэша, и я не думаю, что стоит здесь как-то продолжать Трэшу бороться, и где-то пытаться выловить кого-то, хотя, если Чико удастся сделать удачный хук по Лиссандре или Блицкрангу, то вообще противостояние любой тимфайт станет значительно проще, хотя тоже сложно сказать, потому что Лиссандра сразу же дает ультимейт свою в ответку, и кого здесь хукать в Трэшу, совершенно непонятно. В Трэшу здесь вообще нужно хукать на тимфайт, то есть он хукает, и сразу Джерван с Маукаем врываются, то есть на лейнфазе там только по Кейтлин можно играть, играть по Блицу, никогда смысла вообще нет. Вообще всегда матчап Трэш-Блицкранг был очень скиллбейст, то есть Чик прекрасно понимал, что Ликрид здесь возьмет Блица. Почему он скиллбейст? Потому что, в принципе, при идеальном отыгрыше Трэша, на каждый хук его, ну, на каждый хук Блицкранга, у Трэша может быть фонарь. Но при этом, опять-таки, у Блица есть свои инструменты, чтобы и этот фонарь переиграть. То есть у него, во-первых, моделька большая, он фонарь хорошо закрывает, во-вторых, он может на время и подбросить, и дать сайланс. В общем, все это он может сделать. Мне совершенно пока не нравится, как стиллскротом себя реализует, потому что он ничего не смог придумать, чтобы законтрить все эти роумы Ликриды. Абсолютно мобилити не реализованы, и в итоге его команда за первые 13 минут позади очень сильно. Да, на топ-лейн он попытался зайти, но уже слишком поздно, и он уже вышел на достаточный уровень для того, чтобы быть в безопасности практически от любого ганка. Якукома, кстати, от стиллскротома попытался заенгейджить. Тут же идет ультимейт, а вот Юджина хорошо выкидывает Джарван, Джарван использует крытоклизм, но опять же, это уже слишком поздно, и не имеет смысла. Джарван умирает. Восьмое убийство в пользу команды МГУ. Нам на боте у АЗГЗ все время опасная ситуация, потому что... О, пытается Йолусору забрать АЗГЗ, но... Но сейчас Ликрид тут, кстати говоря, свое веское слово сказать может. У него почти откатился ультимейт, Йолусору попал в тропу с флэша пытается. Да, Йолусору попытался здесь забрать Кейтин. Кстати говоря, все еще пытается это сделать, но, увы, неудачно Йолусору умирает. Ликрид, кстати, подбирает третье убийство в этой игре. У него там сейчас может с бэка быть, я не знаю, что он там, шраудик себе будет, наверное, собирать. Может быть вообще там... А, чаще всего сейчас Ликрид, насколько я помню, играет через капля каталист в праведную славу. То есть такой получается одновременно и затанкованный билд до безумия, и больше утилити для команды появляется с этим предметом, так что... Достаточно сильный билд. И опять мы видим Маукайя с Род оф Эйджисом, когда его команда очень сильно проигрывает. Это не тот билд, который сейчас, к сожалению, может помочь вашей команде. Потому что АП дэмэджа в этой команде достаточно. Ари пусть и 1-3, но у нее есть килл, у нее есть Морелла и 2 Дорана, она в принципе магического урона выдаст сколько-то. А вот кто будет сейчас урон танковать, а дэмэдж дилеров у МСУ Грагас разогнанный, потому что у него там... и уровень высокий, и дэмэджа очень много в целом. Лиссандра, 1-0-3, Кейтлин, 0-1-3, хоть ее и загнобили на линии во многом, и особенно последние трейды складываются неудачно, но АЗГЗ перефармливает Йолосору сейчас, и у него Эткинете будет чуть ли не раньше, чем у Люссена. И в этой связи тут непонятно, какие общие опции есть у команды ЮНН для того, чтобы реабилитироваться, потому что разница серьезная по голде, и дракон будет через 12 секунд. Вот это... Драконе, пожалуй, может и решиться, кто же все-таки получит, ну, преимущество уже ОМГУ есть, вопрос в том, смогут ли они его укрепить здесь, этим драконом, или же все-таки ЮНН как-то камбэкнут в этой ситуации, и Юджин стоит на варде сейчас. Это... Интересный. Вообще, есть такая вещь еще, как не контестить дракона, то есть, это самое мудрое решение, которое сейчас могут сделать ЮНН, к сожалению, вчера... О, притягивает Чика! Или Крит очередной граб дает, хотя телепорт пришел от Ганшки. Замедление идет, постил скротому, Чарм пошел, Лейсен, Захолд Кейтен, прожимает Роксаса, ульта пошла от Кокича, будет энгейдж, Еку комбо, Жарвана не удается ему состилить дракона, падает моментально, Джанан под ультимейтом Юджин, а граб очередной от Ликрита. Ганшки оказался вне позиции, Спирит Раш от Ари, забирает Лиссандру, Флэшница пытается разыграть еще дальше игроков из МГУ, но, увы, неудачно падает еще один игрок команды ЮНН, размен 3 в 1, в пользу МГУ. А ведь можно было потерять только второго дракона и всего. У нас просто в каждой игре сценарий получается один и тот же. Команда, которая проигрывает, она не может сдержаться от того, чтобы не пойти и не законтестить этого второго Дрейка. Это одна из самых вообще базовых ошибок, которые можно в 5 на 5 сделать. В Сулу-Кью, в ранговых просто играх 5 на 5, вы можете контестить каждого дракона. Во-первых, научитесь тимфайтиться хорошо, во-вторых, в принципе... Оп, тут у нас... Уф, слэшится ликрит от Descendence, понимает, что если он попадется на этот граб, его могут сфокусить очень быстро, хоть и он уже довольно затанкованный на своем Блицкранге. У него, помимо капли, есть уже Рубик Кристалл и Сайд Стоун, дает ему неплохой пункт здоровья. Поэтому даже... Да и, в принципе, Блицкранг никогда не был сквиш-саппортом, поэтому... Да. Сейчас вообще считается одним из самых затанкованных саппортов за счет своей пассивки, за счет большого прироста хп. И, кстати, вот Блицкранг пришел в ответ на как раз Трэша, когда Трэш оказался занерфленным и стал довольно слабым, как фронтлейновый суппорт сейчас Трэш. Поэтому Блицкранг его заменяет в некотором роде. Ну и на нем все еще играют крайне редко, потому что все-таки этот персонаж представляет собой однокнопочного персонажа в Абсолюте, то есть у него одна кнопка, которая решает, а все остальные не являются достаточно сильными, чтобы быть геймбрейкающими какими-то или полезными для команды, поэтому его берут из-за одной вещи, из-за хороших хуков. Поэтому обычно это Блицкранг мейны, поэтому... Да, это как Маргана, герой, пожалуй, одного скилла. То есть, да, есть подкидывание, то есть можно по-разному разыграть свой хук. Это может быть хук через Ешку, хук через ульту, то есть варианты разные. Но у Марганы все-таки утилити намного лучше составляющая, чем у Трэша. Во-первых, у нее есть, скажем так, способы энгейджа тимфайта. Блиц все-таки цепляет одну цель, и если он выцепил, обычно команды за такое дерутся крайне редко. Если это какой-то кэрри, вы сразу его теряете, вам выгоднее просто отойти и подождать, пока кэрри вернется после своего дестаймера, да? Все-таки у Марганы есть и ультимейт, и Блэкши, оптун, стилл скротума. Ультимейт был от Лиссандры, очень быстро сняли Джарвана, тут не было у него никаких шансов на выживание. Четырнадцатое, смерть у команды ЮНН. Кстати говоря, первый раз, если честно, вижу сборку праведной славы на таком персонаже, как Сион, потому что, в моем понимании, это тот персонаж, у которого праведная слава есть там, как раз в идеальном состоянии в своем наборе обилок, но если Кокыч хочет бежать под ультимейтом, а потом на праведной славе, флаг ему в руки, как говорится. Почему бы и нет? Он здесь может килл отдачивать. Он, ты говоришь, Сиона делает, понимаешь? Это же герой такой праведный. Праведный, да. Праведный герой Сион. Надо на Гарине еще ее собирать, а то, что маны у него нет, ну так это... Да, это фиг. Самый лучший билд на Гарине это праведная слава и Фрозен Харт. И перчатка потом еще, чтобы от тебя не убегали, а ты кого угодно? А тем временем, фук идет по чику, его моментально забирают, еще один килл в пользу команды МГУ, башню Т2 они уже забрали и теперь контроль над территорией идет полностью в пользу МГУ. Если когда Т2-вышка еще стояла на Мидлейне, было еще спорно, то есть ЮНН могли контролировать свой лес, свою территорию, то сейчас они практически полностью потеряют контроль над зоной леса в районе Мидлейна. Если еще упадет Т1 на топе, то это будет окончательная потеря в плане контроля. Да, они потеряют, конечно, куда деваться от этого, то есть ничего не поделаешь. Вообще, кстати, я вот сейчас смотрю на билд Роксуса, мы почему-то на это внимание не обратили, на Ари против Лиссандры вы билдите Морел на Микон, только если оба игрока и лесники не заходят на Мидлейн, и оба игрока играют пассивно. Только в таком раскладе Морел на Микон на Ари профитный. Если лесник заглядывает на Мид, если у вас идут скирмиши, если против вас в лесу Грагас и Лиссандра на Мидлейне, Эбисал это ваш стопроцентный выбор, потому что лучше вы будете недофармливать за счет отсутствия мана и КДРа, чем вы будете недофармливать, потому что вы отдали Лиссандре 4 килла. То есть это такое вот очень простое правило. Сейчас Эбисал слишком профитный предмет по сравнению со всеми остальными, чтобы его не собирать в таких матчах. Да, абсолютно верно. Причем это как в былые времена, я помню еще, по-моему, в третьем сезоне это было, Эбисал собирали практически в каждом матче на Аре. Да, потом Эбисал немножко отошел в связи с апом других предметов, поэтому сейчас Эбисал вновь вернулся и да, действительно, ты абсолютно прав, что его очень часто собирают, особенно в матчапе против Лиссандры. Там и мета тоже отчасти изменилась, потому что был период, когда просто все стали выфармливать и в какой-то момент Грейл стал самым профитным предметом на любого апа и мидера, будь это Лебланка, Ари или все остальные персонажи. Потом эта мета сместилась в сторону ДФГ, потом ДФГ убрали и теперь это чаще всего Эбисал, Люденеха, что-то вот из этих предметов в АП против АП ассайсин в матчапах, ну, там, где мидеры могут друг друга убивать. Обычно эти предметы берутся. Да, кстати, поэтому именно Юджин играет тоже через Эбисал Скептер плюс Морел на Мекон. Далее у него будет сложно сказать Бластинг Ван, это может быть и Войт Став вполне. Да, должен быть, наверное, уже здесь Войт Став. Ну, просто до Рободона, Рободон третьим на Лиссандру он откладывает очень сильно и Жоню и Войт Став и это не совсем выгодно просто на таких персонажах, как Лиссандру, которые обязательно должны в тимфайте и Жоню иметь и потом с танками тоже, ну, чисто за счет ОЕ разбираться во многом. Это точно. Но с тем преимуществом, которое имеет команда МГУ, в принципе, здесь Жоня не является предметом первой необходимости, хотя и на Лиссандру является корой темом. Посмотрим. Вроде Юджин в файтах живет более-менее, хотя у него есть одна смерть все-таки. Ну, тут просто сноубол очень большой, любой предмет будет хорош и Войт Став и Рободон и Жоню. Пока Войт Став особо не против чего собирать, потому что Аеги с ЮНН и себе не делают, хотя стоило бы, конечно. Поэтому, в принципе, здесь особой прям жесткой необходимости Войт Став. О, Граб вновь по чеку, трэша. Захукали прямо в дракона. Здесь катаклизм идет от Джарвана по Юджину. Юджин использует Glacial Path, его убивает. Малакай впрыгивает, дракон уже упал. Рокс освытает. Кейтлин прямо в эпицентр этого тимфайта. Даблкил для Грагаса. Ганске тоже умрет. Один за другим падают игроки ЮНН. Сион добивает Люциана. Это размен. 4 в 0 плюс дракон для МГУ. Я не знаю, что тут нужно сделать команде ЮНН, чтобы вернуться. А Чик при этом говорит, а я ничего не знаю, я ли крит переиграл, я выжил в тимфайте. У меня все в порядке. Команда, команда нафидел, я ни в чем не виноват. Ну, МСУ просто на голову сильнее, конечно, в этом матче. И заметно, что МСУ в принципе играют очень скоординированно, очень правильно. Это всегда приятно и всегда понятно, когда у вас в команде есть игрок, который очень долго играет на высоком 5 на 5 уровне, да, в команде. В Virtus.pro играет Ликрит последний год почти уже. Поэтому, вот как только лейнфаза закончилась, сумбур в действиях МСУ какой-либо пропал. Они просто в любой момент времени они знают, что они делают и зачем. Да, Ликрит плюс ко всему сильный шатколер, поэтому он всегда говорит, что нужно делать. То есть бывают суппорты, которые не колют и их присутствие не так сильно замечается в игре. Здесь Ликрит совмещает в себе сразу несколько факторов. То есть это и плеймейкающие суппорты, то есть ну там кэрри суппорты, плеймейкающие суппорты, да, но и плюс шаткол, то есть тут два в одном. Поэтому Ликрит является, пожалуй, одним из сильнейших суппортов в СНГ вообще. Да, безусловно. Он входит в тройку точно, а кто топ-1, но это уж вопрос, который на каждом лан-финале стар-серии выясняется по-новой и приходят все новые и новые варианты в голову, потому что все-таки саппорт это очень сложная для 5 на 5 роль, действительно, поэтому мета меняется, игроки пытаются адаптироваться, очень сложно понять, что и как работает, потому что там, например, тот же Арчи, который является одним из самых лучших тоже саппортов на протяжении долгого времени, он не может играть в 5 на 5 играх, то, на чем он больше всего наигрывает в Сулуку, например, просто потому что его команде это не нужно, поэтому... Это точно, а есть еще саппорт, который на всех ланах занимает 3-3 место. Есть, есть такой саппорт, да, поэтому жалко команду Ашер на этих ланах, Не повезло им, Димонку взяли себе, да. Ну, хотя, с другой стороны, это лучше, чем 4-ая, понимаешь, то есть, то теперь... Ну, да. Вопрос, кто займет 4-ая. Болитый, энгейш, это чужина, да, он врывается и ультует сразу же по себе, энгейш пошел от команды МГУ, выкидывает Маокая, разыграют сейчас через фронт ленд, притягивает тут же стил с Кротума, Ликрит, Гански может умереть здесь от рук Кокича, Джарван уже упал, да, 2 хила для команды МГУ, идут они вперед, Чик пытается захукать, Юджин попадает под Десенденс, но Йоло Соро за это получает автоатаку Крит от АЗГЗ, и здесь уже очень сложно что-либо сделать, как-то подраться за Т3 Таурку команде из ЮНН, сделал ее слишком быстро, команда не готова была поддерживать, но потом Кокичи и Круки просто вытанковали по триллиону урона каждый, и... Врывается Круки, флэш, боди, слэм, идет по Йоло Соро, пытается Чик захукать кого-то из игроков МГУ, но уже это не является никаким образом полезным, и ингибитор падает у команды МГУ. За финиш здесь не получится, можно либо сразу пойти на барона, либо бэк барон делать, потому что Дракон не скоро на третью сторону без барона сейчас с МСУ просто не пойдут, а пока команда противника будет отбиваться от Супер Миньонов по двум линиям, можно абсолютно спокойно забрать барона, даже не надо тогда уже после барона. По третьей стороне эти можно финишить абсолютно спокойно и так, тем более с таким преимуществом. Да, кстати, по поводу энгейджа, который сделал Юрджин, обычно так энгейджат на Лиссандре, когда есть Джонни с Аурглас, сразу же идет ультимейт по какому-то игроку команды противников и используется Джонни, то есть в таких энгейджах очень редко используется ультимейт на себя. Тут там два варианта есть, есть вариант, что вы просто въезжаете вперед, даете ульту, чтобы замедлить всех вокруг, чтобы команда успела под эту инициацию подойти и сразу после этого остановитесь с Джонни, то есть вы получается, ну, где-то секунд на пять в полностью неуязвимом состоянии и за это время, конечно, команда может подойти и противника разобрать. Ну, а противник вынужден драться, потому что Лиссандра кого-то зарутит, кого-то просто замедлит. Ну, если правильно проказ нажать за Лиссандра, то так и будет. Это фейкер мета, когда используется Glacial Path, потом сразу же флэш, дабл, и ульта. Да, да, да. Ну, это одни из самых вообще лучших комбо на Лиссандре. Сейчас Лиссандра плееров по всему миру очень много, правда, стало меньше, слава богу, в последних патчах. Все-таки был момент, когда Лиссандра была топ-1 пиком вообще в начале этого года и на нее просто никто не знал, что делать, и потом все поняли, что просто надо подбирать такие сетапы, в которых можно пять на пять драться всегда, и Лиссандра чуть-чуть стала все-таки менее популярным персонажем. Да, ну, плюс ее всегда контрят Микаэлла, и, кстати говоря, здесь Микаэла нету, Чика обычно рашат Микаэла чуть ли не первым предметом на суппорта, хотя очередное притягивание от Ликрита стирают просто с лица саму Нерзрифта Чика. Он не прожил, по-моему, и секунды. Да здесь просто, ему какие тут Микаэль, он пытается кое-как там себе хотя бы хоть какое-то принять, я не знаю, что он здесь собирает, праведную славу или там... Да, праведная слава здесь абсолютно не имеет. Тут уже в такой ситуации, когда ты проседаешь на 20 тысяч до 28 минут, здесь любой предмет не поможет, потому что преимущество по предметам у МСУ слишком большое. Ликрит просто заходит с фланга и отгоняет. Трэш здесь должен был играть больше в бэклайн еще субпорта, который будет вытягивать на лантерне своих союзников, то есть, как-то ультует Лиссандра, когда ингейджит, то сразу же кидается лантерна в ту точку и используется Микаэла. Попытались притянуть Кокич, ингейдж пошел от стилл с Кротом, очень интересный врыв с его стороны, Юджин практически умирает, ему удается отфлэшиться, выжить Кокич, подкидывает двоих, врывается здесь, команда МГУ забирает Маокая, будет дальше идти АЗГЗ, ничего себе, какая агрессивная игра от Кейта, все-таки падает Кейта, но Йолусора может умереть за это, пытается разбить Ликрита, но Ликрит уже слишком затанкованный, поэтому еще одно убийство в пользу МГУ, размен 3 в 1, и МГУ скорее всего закончит, потому что минус 3 ингиба, барон баф, шансов отдефить. На этой стадии игры даже просто суперминионов дефить сложно, когда за ними стоят 4 героя, один из которых 9-0, второй 7-1, а третий 3-1-7, то отдефить такое просто...